Всем привет! На ваших экранах Обо всём и ни о чём, где мы посмотрим на фанатские реворки персонажей, ваши присланные работы, а также поговорим о том, о чём не принято говорить. Заинтриговал? Тогда приступим! Мария Кузнецова занимается скрипкой с 6 лет, получив академическое образование. На своём канале она записывает каверы на треки из игр, фильмов и аниме, а также проводит регулярные стрим-концерты, на которых также подключает пианино и вокальные таланты. Совсем недавно Мария добралась до Лиги и в качестве первого трека выбрала Awakened. Ссылка на него в описании. В Аркейне нам наконец показали быт обычных жителей Рунтерры, и теперь у нас есть представление о том, как обстоят дела с привычными для нас вещами в магическом мире вроде гигиены. Один пользователь Реддита провёл небольшое исследование этого вопроса и пришёл к выводу, что всё очень плохо. Центром цивилизованного мира является Пилтовер, ведь там есть не только водоснабжение в домах, но и горячая вода. Заун же лишён такой роскоши, однако там всё же есть какой-никакой водопровод. Гораздо хуже дела обстоят в Ноксусе, где все живут в средневековье. Мы знаем о присутствии здесь воды хотя бы потому, сколько оружия здесь выплавляется, но в то же время мыться приходится в озёрах, как это было показано в комиксе про Дариуса. Похожие дела обстоят с Ионией, но здесь люди существуют в гармонии с природой, поэтому вряд ли они бы позволили провести подземные трубы для водоснабжения. Сложнее обстоят дела с Демасией, где все герои выглядят чисто и ухоженно, однако мы ни разу не видели источников воды. Вполне вероятно, что здесь вопрос гигиены находится на таком же уровне, как в эпоху просвещения. Билджуотер, по идее, должен быть обеспечен водой, но учитывая то, что он стоит у берега океана, вода здесь не приспособлена для умывания. Ещё хуже, дела обстоят в Фрольорде, где буквально царит вечный холод, и в Шуриме, где воды не хватает даже для того, чтобы утолить жажду. Жители Таргона, вероятно, получают воду с горных источников, а вот тем небожителям, кто обитает на пике, вряд ли вообще нужна вода. Та же самая ситуация касается Сумрачных островов, ведь мёртвых обычно не сильно волнует, как они пахнут. Согласны ли вы с этим мнением, или же у вас есть свои мысли по этому поводу? Поделитесь ими в комментариях. Продолжая тему Аркейна. Ютубер ArxinGIS представил 3D-модель пилтовера на основе движка Unreal Engine 5. Для вдохновения он использовал кадры из шоу, а также несколько старых концептов города от Riot. Вам когда-нибудь было интересно посмотреть на предметы из магазина Лиги Легенд, будь они чуточку объёмнее? Пользователь Реддита подарил нам эту возможность, представив 3D-модели эликсиров здоровья и маны, кольцо Дорана, рубиновый кристалл, слезу богини, сапфировый кристалл, усиливающий фолиант и потерянную главу. Другой пользователь попробовал на вкус грибы Тима. Для этого ему понадобилось смешать коричневый сахар, воду и тапиоку в равных пропорциях, добавить пищевой краситель, сделать из этой массы грибочки и сварить их в кипящей воде. Полученное он подал в виде коктейля, оформленного под внешний вид скаута. Главное не словить от этого эликсира эффект отравления. Террасия не перестаёт удивлять своими феноменальными скульптурами. На этот раз золотые руки мастера создали двухметровую статую Валибира. На диораме, помимо самого медведя, также расположились фрельордские войны и его маленькая копия. Фигура идеально сочетается с прошлой работой художника, скульптурой Орна, вместе с которой создаётся картина битвы богов. Всегда приятно видеть, когда делают косплей на непопулярного персонажа. Вот и перевоплощение косплеерши Крис в Калисту вызывает уважение. По словам девушки, на эту идею её подтолкнуло отсутствие Калисты в истории про погибель, и таким образом она отдала честь персонажу. Между прочим, в списке работ Крис также имеется боди-арт-посилка и Виктору из Аркейна. Художница Алисия Лау представила образ на Каина, который обязан появиться в игре. Каин просто создан для пси-отряда. Только задумайтесь, он может перемещаться сквозь стены и проникать в противников. Это же идеальный набор для шпионской sci-fi тематики серии, тянущий как минимум на легендарку. Отсутствие в игре Инфернальная Ниви также вызывает много вопросов. Возможно, Райот просто боятся Иска от Valve за похожего персонажа из Доты 2. Многим зашла серия Стражей Песков, в которой Райс выглядел более чем органично. Так почему бы Райот не продолжить добавлять в эту серию старых миддеров, например, Вейгера? Ютубер Джарф представил, как мог бы выглядеть внешний вид героя, а также его способности. Особенно доставляет Джук Скоробей на ультимейте, который медленно летит к цели. Не менее достойно смотрится образ ужас джунглей Фиддлстикс, созданный Сильвер Спарк. В своей работе он соединил все стереотипы об опасностях тропического леса, включая пираний. Художник Аксель Памье представил переработку образа Супер Тимма, сделав его более супергеройским. Он обновил внешний вид облика, а также представил крутой бэк на базу. В этом году голосование за реворк чемпиона вышло куда сложнее, чем обычно. Каждый из предложенных вариантов ощущается пережитком прошлого в современной лиге, но выбрать можно только одного. Фанаты так воодушевились этой идеей, что стали предлагать свои идеи переработки персонажей. Художник Дэвид Янг освежил внешний вид Синдры, добавив ей больше ионийского колорита в одежде. А Иосиф Хазл взялся за изменения Зайры, посчитав, что в ее образе преступно мало растений. Ютубер Джарф представил презентацию сразу же двух реворков чемпионов, имена которых присутствуют в списке Riot. Для Ноктюрна он разработал более мрачный образ, привязанный к демонической теме. В его скиллсете он переставил некоторые способности местами, сделав кушку пассивной способностью, сумрачный след которой теперь появляется от автоатак, а пассивку переделал в полноценную способность с зарядом. Он также удалил щит на W, заменив его линией сумрачного следа, в котором герой может прятаться и перемещаться через стены. Ульту и Ешку он оставил нетронутыми, кроме того, что добавил массовый спуг на третьей способности. Такой же модернизации подвергся и Скарнер. Джарф изменил акценты на кристаллах, убрав их из ущелья призывателей, а вместо этого добавил привязку к электричеству, которая накапливается вместо маны. Заряд тратится на усиление использования обычных умений, которые в этом варианте почти не изменились. Новая ульта же при захвате цели помещает его вместе с чемпионом под землю, что позволяет Скарнеру спокойно отойти на безопасное расстояние, что по мне довольно имбово. Интересно будет сравнить эту версию с той, что получится у Рея. Какие из этих реворков вам понравились и вы хотели бы увидеть их в игре? Пишите в комментариях. Помимо реворков, фанаты также предлагают идеи новых героев. В последнее время большинство художников увлекается созданием персонажей из легенд Рунтеры. Так, например, двое друзей решили создать 3D-модели любимых карточек, и вот что у них получилось. Ари Доу изобразил персонажа Старгона, который своим внешним видом напоминает смесь Леона и Пантеона. Его приятель Джером Меркэдо взялся за тему Билджвотера и выплатил девушку с карточки Матрос с Кошмара, дав ей имя на Кари. Где-то год назад мы вам уже рассказывали про фанатского чемпиона Бренвора. На днях команда энтузиастов представила полноценный трейлер этого героя, вместе с оригинальной музыкальной темой и озвучкой. В ролике были показаны основные умения персонажа, кроме ульты, которая по задумке должна создавать ледяной шторм. На моей памяти это в первый раз, когда фанаты настолько верят в свою работу, что создают полноценную модель и умения героя. Будем следить за развитием истории. Может быть Riot завербуют авторов, и они наконец-то смогут воплотить свои идеи уже в игре. О, привет киса. Читерство в онлайн играх существовало всегда. Такова человеческая природа. Всегда найдется тот, кто захочет обмануть систему, чтобы быть лучше других. Это ужасно, но ничего с этим не поделать. Как бы разработчики не пытались бороться с мошенниками, они все равно найдут способ обойти ограничения. Ведь читы давно перестали быть обычным баловством. Сегодня это многомиллионный бизнес, в который вовлечены десятки людей. И поэтому борьба с ними превращается в вечные кошки-мышки. Благодаря упорной работе Riot в Лиге Легенд не так уж и много читеров по сравнению с другими играми. Но полностью избавиться от них все равно нельзя. Большинство стран никак не наказывают людей за создание читов, потому что игры никак не влияют на все государство в целом. Кроме Южной Кореи, где как нигде в мире распространена культура гейминга. Страна стала одной из первых, кто ввел юридическое наказание за распространение хаков и всему виной стала Лига Легенд. В 2016 году команда разработчиков из Южной Кореи создала программу Low Helper, которая позволяла игрокам видеть все сведения об игре, включая перезарядки способностей противников. Разработчиков удалось раскрыть, но к тому моменту они заработали на программе 400 тысяч долларов. Всех причастных к разработке посадили на 5 лет, а в стране ввели официальный закон на запрет распространения хакерских программ. Был также случай, когда Riot лично вступили в борьбу с недобросовестными издателями. В 2017 году компания подала в суд на создателей программы League Sharp. Этот софт позволял игрокам играть сразу на нескольких аккаунтах, автоматизировать геймплей и проводить махинации с внутриигровыми покупками. В итоге борьба с мошенниками обошлась Riot в кругленькую сумму. На основании чего они и подали иск, который выиграли в суде. Создателям League Sharp пришлось заплатить 10 миллионов долларов и полностью прекратить работу. Теперь давайте поговорим о том, как вообще можно читерить в игре. Всего существует три вида читеров. Бустеры, ботоводы и скриптеры. Если бустеры просто продают игрокам аккаунты с высоким рангом или всеми чемпионами, то вот ботоводы используют программы для автоматизации геймплея, чтобы аккаунт повышал уровень даже без участия игрока. Они работают подобно ботам в тренировочной игре, только вот могут попасться и в вашей команде. Со скриптерами все куда сложнее. Есть десятки разных видов механизмов, которых можно причислить к скриптам, но каждый из них находится в разных областях. Они могут помогать целиться скиллшотами, уклоняться от атак, автоматически активировать предметы и ставить варды, видеть перезарядку способностей и обновление лагерей монстров, видеть противников и варды на карте и многое другое. Хакеры постоянно работают над поиском уязвимостей в игре, чтобы затем на них подзаработать. Бесплатные читы малоэффективны, и их легко обнаружить в системе, а также есть большой шанс нарваться на фейк. Другое дело — приватные скрипты. Они куда надежнее, но и стоимость за безопасность куда выше. Обычно программы используют оплату на определенный период. Это может быть день, чтобы попробовать чит в действии, или же месяц, если вы уверены в программе. Стоимость в месяц за хороший скрипт может начинаться от 20 долларов и доходить до 500, а иногда даже больше. Однако ни одна программа не дает вам 100% гарантии, что вас не забанят. Riot постоянно работают над совершенствованием системы античита, поэтому шанс того, что вы встретите читера в игре, крайне низок. К тому же регулярные обновления раз в две недели позволяют Riot постоянно держать читеров в напряжении. Так как же работает античит-система? Большая часть внутриигровых процессов, таких как счетчик золота или показатели урона, работают на внутренних серверах Riot, поэтому ни одна программа не может ввести в них изменения. Однако это не касается тех операций, которые проворачивает сам игрок, вроде попадания скиллшотами или использования предметов. Для этого разработчики используют технику машинного обучения, которая постоянно ищет новые способы жульничества. Также два года назад Riot ввели защиту драйвером режима ядра, который работает на том уровне операционной системы, которая недоступна обычному пользователю. Наверняка вы сейчас думаете, что проблема преувеличена, ведь за все время игры вы могли ни разу не столкнуться с читерами. Однако такое возможно, благодаря долгой работе Riot над созданием идеального античита. Раньше Лига Легенд кишила всякими недобросовестными игроками, которые могли испортить вам игру и оставаться безнаказанными. Вспомнить хотя бы легендарный скандал с ДДО с атаками через Скайп. Мошенник во время загрузки игры искал аккаунты оппонентов в Скайп, а затем с помощью ошибки в коде получал IP и с помощью специального софта дисконнектил их, оставляя команду сражаться 4 против 5. Со временем проблема, конечно же, стала куда меньше, однако она все еще была актуальна. В период с 2015 по 2018 год Riot удалили более 7 миллионов аккаунтов за использование сторонних программ, 5 миллионов из которых находились в Китае, где проблема с читерами стоит довольно остро. Если вам кажется, что вы, как честный игрок, не страдаете от этого, то подумайте вот о чем. Проблема с ботоводами была настолько серьезной, что она отчасти стала причиной удаления таких режимов, как Доминион и Проклятый Лес, так как в них часто пускали ботов, чтобы прокачивать аккаунты. Такая же проблема сейчас стоит с Арамом, для которого создать скрипт гораздо проще из-за легкости геймплея. При этом, чтобы избежать обнаружения, мошенники часто используют менее популярные сервера вроде Океании. Несмотря на все это, бояться читеров не нужно. Шанс того, чтобы встретить злостного нарушителя в своей ранговой игре, меньше четверти процента. И даже если вам все-таки повезет, то это еще не гарантия проигрыша. В следующем выпуске мы расскажем о том, чем можно изменять игру и при этом не словить бан. Не пропустите. Простите, что прерываю, но сейчас будет небольшой анонс. Сейчас мы существуем исключительно за счет поддержки наших спонсоров. Если вы хотите внести свой вклад, то сделать это можно на бусте. От нас, помимо искренней благодарности, можете ждать различные бонусы. Начиная от пропуска в закрытый телеграм-канал с розыгрышами скинов, заканчивая персональными видеообращениями. Спасибо всем, кто вносит свой вклад в наш контент. Ну а теперь продолжаем. Завершаем выпуск вашими работами, которые вы нам присылали на почту. Что можно сделать за два часа? Довольно много. Но вот наш зритель под ником Чулочки Ривен успел за это время слепить из пластилина лагерь остроклювов и его обитателей. Можете оценить, насколько правдоподобно получилось. Зрительница под ником ВНМ поделилась с нами подарком, который она сделала для подруги. Первой его частью стала ника из полимерной глины. А второй – ловец снов, вдохновленный линейкой духов цветения. Вы только посмотрите на эту милейшую лисичку. Мы до сих пор в шоке от того, сколько среди вас оказывается талантливых музыкантов. Недавно один из наших зрителей выпустил первый альбом, в который вошел трек в жанре даб-степ – «Вдохновленный джинкс». Для услады глаз поделимся с вами рисунками одной из наших зрительниц под ником Nevermore. В ее портфолио есть Офелий, Джин, но больше всего работ посвящено Рейкану и Ясу. Нико Дели только недавно начала играть в Лигу Легенд, а уже сделала по игре несколько занимательных артов. Среди них есть Огненный Дракон, почивший в мир иной химтековой, а также небольшая анимация с шаей. И напоследок поделимся с вами концептом чемпиона от нашего зрителя под ником Mewton. Аврора была искусным воином Солари, которая храбро боролась с еретиками. В одной из таких стычек она провалилась под землю, где нашла таинственный браслет, подаривший ей могущественную силу. Помимо лора, Мьютон также представил, как могут выглядеть ее способности. Не знаю, как вы, а я захотел испытать ее в игре. На этом у меня все. Напишите в комментариях, встречали ли вы когда-нибудь читеров в своих играх. Также не забудьте включить колокольчик и подписаться на канал, чтобы не пропустить следующие видео. Ну и да, на всякий случай, чтобы не потеряться, рекомендую подписаться на мой телеграм-канал. Ссылка будет в описании. На этом, до скорых встреч, друзья. Пока!